Здравствуйте! В эфире программа «Саратов сегодня» в студии Анна Антонова и смотрите в этом выпуске. Очередной скандал в Пугачёве. Почему местные жители остаются и без творчества, и без спорта? Что в имени тебе моём? Глава региона Валерий Радаев предложил саратовцам подумать над названием аэропорта в Собуровке. Светлая пора. Пенсионеры из 14 районов Саратовской области зажгли в Доме культуры села Алексеевка и рассказали, почему пенсионный – лучший период для творчества. Из-за долгов администрации Пугачёвского района закрывается школьный бассейн. Об этом в СМИ сообщил житель Пугачёва Саратовской области Дмитрий Бредихин. Он рассказал, что работает в котельной при школе номер один Пугачёва, в которой есть бассейн и дети, и взрослые. Охотно его посещают. Но в последние годы появилась серьёзная проблема. Долги за газ их местная администрация копит месяцами. Как сообщил Дмитрий Бредихин, цитата, «Результат таких действий, а лучше сказать, бездействия местных властей, штрафы за просрочку в полтора миллиона рублей, которые должна заплатить местная администрация. Это не считая судебных издержек. Всё это отражается негативным образом на нашей работе. Нам отключают за долги газ, котельная, а вместе с ней и бассейн. Прекращают работу», – конец цитаты. Проблема, считают жители Пугачёва, образовалась не сиюминутно. Огромный долг копился годами, и прежняя власть Пугачёва, в частности, экс-глава района Станислав Сидоров, не предпринимал никаких действий, чтобы исправить ситуацию. Новый же глава района Михаил Садчиков в интервью местной газете заявил, что, цитата, «пока бюджет района дефицитный, пока сохраняется разрыв между обязательствами и возможностями. Подобная ситуация, к сожалению, будет повторяться». Что означает, решение проблемы отсутствует. И это при том, что глава региона Валерий Радаев уделяет огромное внимание развитию спорта во всех населенных пунктах области, держит на особом контроле строительство всех спортобъектов, сельских школьных спортзалов, постоянно инспектирует стройку нового бассейна Саратовского госуниверситета в Саратове. Районные же чиновники должны брать пример с губернатора. Они, как показала ситуация в Пугачеве, не могут сохранить то, что уже есть и что пользуются большим спросом среди жителей. Напомню, это далеко не первая скандальная ситуация в Пугачевском районе. Буквально несколько дней назад участники местного хора ветеранов заявили о решимости пойти на голодовку. Доведенные до отчаяния пожилые люди сообщили в открытом письме об издевательствах со стороны чиновников и обратились за помощью к депутату Госдумы Николаю Панкову. Парламентарий незамедлительно отреагировал на обращение и сейчас вместе с творческим коллективом старается найти решение проблемы. А депутаты областной думы от Пугачевского района тем временем никак не проявили себя. Это Павел Артемов, один из богатейших людей не только района, но и Саратовской области, владелец десятков тысяч гектаров земли. Это председатель думы Владимир Капкаев и председатель бюджетного комитета Николай Семенец. Что сделали все эти избранники народа? Судя по тексту обращения ветеранов, ничего. Теперь еще одна скандальная ситуация уже со школьным бассейном. Хотелось бы услышать мнение вышеперечисленных народных избранников о том, что они сделали, чтобы решить остро-социальные проблемы района. Пока они остаются безучастными. Мы следим за развитием ситуации. Дороги под контролем руководства страны. Владимир Путин поручил правительству принять меры по предотвращению нецелевого использования средств дорожных фондов, в том числе в Саратовской области. Документ опубликован на сайте Кремля. В нем президент потребовал руководства субъектов принять меры по приведению в соответствии объемов региональных дорожных фондов объемом тех средств, которые получены фактически от доходов, учитываемых при формировании таких фондов, а также недопущению нецелевого использования средств. Отчет о выполнении данного поручения до 1 ноября должен представить глава правительства страны Дмитрий Медведев. Как назвать новую воздушную гавань? Глава региона Валерий Радаев предложил жителям области подумать над названием нового аэропорта. Наши коллеги из информационного агентства «Четвертая власть» поинтересовались у председателя Госдумы Вячеслава Володина, какое бы название предложил он. Ведь стоит напомнить, что идея строительства нового аэропорта принадлежит именно Володину. Он высказал ее в 2005 году, и тогда возможность реализовать эту идею мало кто верил. Что касается названия аэропорта, первое, что приходит мне на ум, аэропорт имени Гагарина. И этому, на мой взгляд, есть несколько объяснений. Юрий Гагарин учился у нас в Саратове. Здесь, в аэроклубе, он совершил свой первый полет. И у нас, на саратовской земле, первый в мире космонавт совершил мягкую посадку, возвращаясь из космоса. А разве не о мягкой посадке мечтают все авиапассажиры? Безусловно, последнее слово при выборе названия нашего аэропорта за жителями области. Может, кто-то придумает более интересное название. Поэтому призываю всех жителей области более активно включаться в обсуждение этого вопроса. Также спикер Госдумы отметил, что Валерий Радаев очень многое делает для строительства аэропорта в Саратове. И учитывая, что завершение строительства и открытие аэропорта планируется в 2019 году, то самое время подумать о названии. Свои предложения жители области могут направлять на электронный адрес, указанный на экране, до 1 октября текущего года. А прямо сейчас из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области на связь со студией выходит Полина Попенец. Она расскажет о происшествиях на территории региона за минувшие выходные. Полина, приветствую. Тебе слово. Приветствую, Анна. И начну с обзора дорожно-транспортных происшествий. Под колеса иномарки в Балаково попали мать с сыном. Видео опубликовано в социальной сети ВКонтакте. На улице Комарова женщина с 10-летним сыном переходили дорогу в неположенном месте. В оживленном машинопотоке один из автомобилистов решил их пропустить и сбросил скорость. Однако, следовавший параллельно с ним водитель Рено не заметил пешеходов и не успев среагировать сбил обоих. Из-за сильного удара мать с сыном отлетели на несколько метров на проезжую часть. С места происшествия пострадавших госпитализировали в больницу. Еще один пешеход пострадал в Саратове на Вольском тракте. По предварительным данным мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Пересечь оживленную трассу он пытался ползком с букетом цветов в зубах и в результате был сбит автомобилем Киа. После оказания первой помощи был госпитализирован врачами скорой. Крупная авария произошла под Шиханами. По информации портала ЧП Саратов лоб в лоб столкнулись Рено и Лада Веста. По предварительным данным пострадали 5 человек из них трое детей. Прибывшие на место спасателей деблокировали пострадавших и после оказания первой помощи передали врачам скорой, которые доставили их в Вольскую ЦРБ. И о других происшествиях едва не закончились трагедии. Земляные работы во дворе частного дома на пересечении улиц Шелковичной и Астраханской. Мужчина выкопал траншею, чтобы проложить канализацию. По предварительным данным пострадавшего засыпало землей на глубине около метра. Извлекать его начали очевидцы и прибывшие на место ЧП сотрудники областной службы спасения. Затем мужчину передали врачам Центра медицины катастроф, которые доставили его в медучреждение. И о пожарах. Накануне на пересечении улиц Вольская и Посадского горел частный дом. Хозяева подозревают, строение могли поджечь. В этом же здании находится офис охранного предприятия. Огнем было охвачено все строение. Пока пожарные ликвидировали возгорание, спасатели выносили уцелевшее имущество. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 126 квадратных метров. Отмечу, что этот дом горит уже не первый раз. В августе 2014 года на этом же месте произошел крупный пожар. За прошедшие три года хозяин полностью отстроил здание, которое вновь и загорелось. Всего за минувшие выходные пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 12 возгораний, 4 из них в областном центре. Мы продолжаем следить за всем, что происходит в регионе. Анна, тебе слово. Спасибо, Полина. Это был обзор происшествий, которые случились на территории региона за минувшие выходные. Вместе в радости, в горе и в дождь. В преддверии Дня семьи, любви и верности на пешеходной зоне улицы Волжская прошла торжественная церемония чествования супругов. Причем первые три пары зарегистрировали свои отношения во дворце бракосочетаний 7 июля. Эту дату молодожены посчитали самой лучшей для оформления отношений. Другие три пары прожили вместе 60 лет. Этих супругов поздравляли с бриллиантовой свадьбой. Торжество сопровождалось романтическими песнями о любви, танцами и проливным дождем. Гости вынуждены были прятаться под козырками кафе и ресторанов. Ну а самые предусмотрительные наблюдали за концертной программой под зонтом. Однако погода не расстроила супругов, а даже наоборот. Молодожены пустились в пляс вместе с юбилярами. Оказалось, что все супруги верят в приметы. Приметы, да, то, что будем счастливее, три семерки, еще и куча дождя вылилась на нас, счастливого летнего дождя, поэтому все будет замечательно. Мы уверены в этом. Будущее будет ясное тогда всегда, если сегодня дождь. И счастливое, и сопутствовать удача будет. В завершении праздника каждая пара молодоженов выпустила белых голубей. По словам сотрудников ЗАГСов, в день с тремя семерками 07-07-2017 появилось больше 170 новых семей. Пенсионный фонд «Территория талантов» под таким слоганом прошел галоконцерт в Доме культуры села Алексеевка Базарно-Корбулакского района. Мероприятие стало финалом многоэтапного конкурса талантов. Но оказалось, что для его участников важны не только творчество, но и семья. Станислав Жижин узнал секреты сохранения домашнего очага. В Саратовской области они уже настоящие звезды. На сцене представители районных союзов пенсионеров поют и рассказывают стихи. В небольшом Доме культуры села Алексеевка заключительный галоконцерт. Ему предшествовали несколько отборочных этапов, районные конкурсы и большой региональный фестиваль. Чтобы стать финалистами, участники, говорят, выкладывались на все сто. Но силы от этого лишь прибавляется. Пенсия – самое счастливое время. Жизнь только начинается. Я начала жизнь, когда вошла на пенсию. Я на пенсию не так давно. Вы знаете, это такая свобода. Не только свобода, но и новые возможности, говорят участники. Можно полностью посвятить себя творчеству и дарить его зрителям. Галоконцерт накануне Всероссийского дня семьи, любви и верности стал настоящим подарком для нескольких пар долгожителей. Они в браке более 40 лет, воспитали и детей, и внуков, говорят, огонь в семейном очаге всегда поддерживает любовь и добро. Жизнь всяк бывает. Поругались, ну поругались. Но потом не надо там день, два, три. Ну через час надо все простить друг друга, и все будет нормально. Долголетие, любви и верности – пример для многих поколений. Так, свое поздравление начал руководитель регионального отделения пенсионного фонда Александр Романов, подкрепляя свои слова цветами и подарками. Поругались. 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 Здоровья. Вновь. Их нет. Я себе поздравляю. Это вам. Впрочем, самый главный подарок не материальный, а творческий. Его с собой в село привезли участники фестиваля. По просьбе нашего старшего поколения было принято решение перенести заключительный галоконцерт с площадок города Саратова, больших городов Балаково, как прошлый год и Балашова, именно в сельскую глубинку, в село. И мы не ошиблись. В небольшом сельском доме культуры получился большой праздник. Творческие номера вызвали массу положительных эмоций у всех зрителей, которые также не оставили артистов без подарка, обрушив в их честь шквал аплодисментов. Станислав Жижин, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Уже в 26-й раз на саратовской земле собрались представители самых разных народов, чтобы отметить национальный татарский и башкирский праздник Сабантуй. Духу в полдородье задабривали танцами, песнями, состязаниями и, конечно, уникальной едой. Среди сотен гостей оценила колорит традиций и Полина Попенец. Татарскими и башкирскими песнями встречают горожан на берегу Волги близ села Усь-Курдюм. В этом году раскрыть традиции одного из самых старинных праздников приехали жители из 19 районов области. Роза Ефарова готовилась к Сабантую за несколько дней. Женщина заранее продумала, что будет на столе. Найти дорогу на эту поляну можно просто. По запаху. Татарский плов, горячий бешбармак, барамышки, пирожки с мясом. Каждый готовит по своему уникальному рецепту. Самые популярные сладости – чак-чак. Им угощают всех гостей праздника. Сабантуй проходит в 26-й раз. Последние 20 лет на территории Саратовского района означает окончание посевных работ. Еще его называют праздником плодородия. Массовые гуляния растянулись по всему берегу Волги. Поляна разделена на три части – концертная площадка, гастрономические палатки и игровые зоны. По словам организаторов, создать веселую и непринужденную атмосферу в этом году было непросто. Конечно, самую главную оценку ставят нам жители. Мы видим, какое настроение присутствует, какая прекрасная погода сегодня в этот день. Хотя мы готовили этот праздник в достаточно непростых погодных условиях. Мы видим, насколько площадка становится все красивее, ее геометрия, количество проводимых спортивных, культурных мероприятий. Сабанту – это не только гастрономические изыски, а еще и всевозможные состязания, как среди взрослых, так и детей. В этом году в честь Сабантуя саратовские парашютисты совершили прыжки с флагами праздника России и нашей области. Вашими руками приготовлены плов и чак-чак. Ваше творчество поднимает настроение. А традиционные состязания в силе и ловкости дают заряд бодрости и оптимизма. Спасибо за этот праздник, за любовь к родной земле и верность традициям. Рахмат! После торжественной части и поздравления официальных лиц все пришедшие поудобнее устраиваются на поляне, чтобы вдоволь насладиться праздничной атмосферой. Даже сам праздник ведется на национальном языке, на башкирском, на татарском языках и песни исполняются на этих языках. И несмотря на то, что здесь и русские, и казахи, и татары, и башкиры, и другие национальности радуются все, поют все и танцуют все. Это здорово. Мы в прошлой неделе в Татарстане были, там во всех селах с Абантой прошли. И погода такая, погода очень хорошая была. Просто как сегодня, вот как сегодня. Каждый год приезжаем, каждый год. Вот с нашей семьей, тут родственники, встречаемся. Очень хорошо, нам очень нравится. Внуки, внуки у нас. Учим мы, что надо свой язык не забывать, свою культуру, традицию. Полина Попенец, Алексей Фенин, Саратов, 24. Из-за холодного лета овощи в России подорожали в полтора раза. Подробнее об этом, а также о других новостях страны в дайджесте событий. МВД России предлагает лишать родительских прав людей с расстройствами психики, если они представляют потенциальную угрозу для своих детей. Как сообщает Интерфакс, письмо с соответствующими предложениями было направлено вице-премьеру Ольге Голодец, которая курирует социальную сферу в правительстве. В МВД полагают, что существующая система работы с людьми с психическими отклонениями не срабатывает и не может обеспечить безопасность жизни и здоровье детей, которые живут в таких семьях. Предлагается включить в перечень оснований для лишения родительских прав социальную опасность лица вследствие его психического заболевания. По данным ведомства, только за первые пять месяцев нынешнего года от насилия страны родителей с нарушениями психики пострадали 10 детей, причем 8 из них погибли. Цены на сезонные овощи в России из-за аномального холодного лета выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в докладе Минсельхоза России. Как сообщает известие со ссылкой на документ, белокочанная капуста подорожала почти на 74%, картофель на 56%, лук репчатый на 28%. В текущем сезоне превышение цены картофеля над прошлогодними связано в большей степени со снижением его урожая в прошлом году. Также это могло произойти в связи с удорожанием импортной продукции нового урожая, которая ввозится в Россию из стран ближнего и дальнего зарубежья. Пояснили ведомстве и спрогнозировали снижение цен на картофель после поступления на рынок отечественной продукции нового урожая. Глава департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров в интервью российской газете рассказал о дальнейшей судьбе монет по 10,50 копеек. По его словам, пока выводить их из оборота не собираются, однако он не стал отрицать наличие проблем, связанных с монетами номиналом менее 1 рубля. По его словам, сейчас мелкие монеты оседают в руках у граждан. Это невыгодно и магазинам, которые лишаются части выручки, и экономики в целом. Вернуть часть монет в обращение, по его словам, помогла бы установка в магазинах устройств по приему мелких денег. Кроме того, представитель Центробанка рассказал, что намеченный на октябрь выпуск новых банкнот номиналами в 200 и 2000 рублей может привести к смене художественного оформления и технологии изготовления остальных купер. Работников почты поздравили с профессиональным праздником. Представители власти вручили им грамоты и благодарственные письма, а директор регионального управления и федеральной почтовой связи поздравил своих коллег стихами. Все подробности у Оксаны Лючевой. Труд не тот, кто рад давать советы, с кем свела жидейская стезя. Стихи директор почтовой службы читает для работников своего ведомства. Так поэтически Булат Ахмедзянов начинает свою поздравительную речь по случаю профессионального праздника Дня Российской Почты. На торжественном заседании большинство из присутствующих обычные почтальоны со всей Саратовской области. Работа не из легких. Все погоды наши и грязь, и снег, и дождь. Елена Солдатова почтальон из села Студзенка Турковского района. На этой службе уже 8 лет. О трудностях и о зарплате в праздник говорить не хочет. А вот о том, что дает ей эта работа, рассказывает с удовольствием. А когда приходишь к бабушкам, и когда тебя начинают жаловаться, что-то поддержать добрым словом, и тебе как-то на душе приятно, когда тебя встречают хорошо. И им приятно. На торжестве присутствуют и ветераны службы. Сидят в почетном первом ряду. Алевтина Пианткевич проработала почтальоном 32 года в Саратове. Рассказывает, в те годы разносили газеты и журналы пачками, каждая весом в 6 килограммов. Но вспоминает об этом времени с радостью. Очень много интересных людей встречала. Доктора медицинских наук были, профессора были. Особенно, когда перед праздниками ведь радость людям доставляешь, когда они получали открытки поздравительные. Это сейчас все по телефону, по скайпу, а тогда открытки. Работников почты поздравляют представители всех уровней власти, вручают почетные грамоты и благодарственные письма своих ведомств за добросовестный и многолетний труд. В адрес лучших работников звучат теплые слова. Конечно же, каждому хочется что-то вам рассказать, когда вы приходите в дома, каждому хочется поделиться новостями. Поэтому спасибо вам огромное. Несмотря на любую непогоду, на вот это лето, которое сегодня у нас в Саратовской области нас постоянно поливает, вы всегда на своем посту. По словам главы почтовой службы Саратовской области, главная ценность предприятия – это коллектив. Почта работает слаженно именно благодаря людям, 6,5 тысяч человек трудятся на этом поприще. Мы ожидаем в третьем квартале обновления нашего автопарка на 30 грузовых автомобилей. Это первое. Второе. Во втором квартале у нас открываются новые три участка Курешской доставки. Это Балакова, Балашов, Артищево и Вольск. День российской почты отмечают в стране каждое второе воскресенье июля. Этот праздник был установлен 23 года назад указом президента. Оксана Ильичева, Максим Пустовалов, Саратов, 24. Для своих под таким лозунгом журнал World Club организовал летнюю вечеринку у бассейна «Большой всплеск-2». Гости мероприятия представители бизнеса и творческой элиты города, члены клубов World Class и Forte Club. Местом проведения выступил загородный комплекс «Веселый Роджер». На мероприятии для присутствующих были организованы фушет, выступления известного диджея и несколько стилизованных фотозон. Информационным партнером самого стильного события этого лета выступила радиостанция уникального формата «Релакс-ФМ». А уникальна она тем, что в ее эфире звучит только спокойная музыка без перерывов на диджеев и новости. Саратове радиостанция «Релакс-ФМ» вещает с 1 января. Радио «Релакс-ФМ» Саратов с удовольствием участвует в таких событиях и поддерживает их, поскольку мы всегда стараемся быть ближе к нашей аудитории, а наша аудитория – это люди с отличным музыкальным вкусом, которые любят хороший лаунж и знают толк в качественном отдыхе. И, конечно же, «Радио «Релакс-ФМ» стремится доставить нашим слушателям только позитивные и положительные эмоции, поэтому в музыкальном программировании мы используем только мягкую мелодичную музыку. И, кстати, радио «Релакс-101-ФМ» Саратов можно послушать в интернете. Журнал «Ворд Клаб» существует уже больше 15 лет, и мы поняли, что кроме нашего издания людям интересны разные активные жизни. И наш читатель, он самый активный и самый лучший в городе. Поэтому мы решили, что нужно делать какие-то замечательные и классные мероприятия, которых мало в городе. Вот сегодня мероприятие просто собраться в чудесной душевной компании и послушать очень классного исполнителя. Кульминацией событий стало выступление столичной артистки Дарьи Фишер. Ее виртуозная игра на скрипке в сопровождении с необычным запоминающимся вокалом покорила абсолютно всех гостей. Мероприятие подобного рода журнал «Ворд Клаб» проводит уже во второй раз. И к этому часу у меня все. С вами была Анна Антонова. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова